Добрый день! Мы продолжаем нашу школу покера и хочу напомнить, что мы прошли уже такие важные темы, как стартовые руки, вероятности в покере, типы игроков, шансы банка, различные розыгрыши старших, младших, средних пар, оверкарт, одномастных связок, прошли философию флопа, терна и ривера, разобрали категорию рук. И сегодня у нас очень важная тема – это противостояние готовых рук и прикупных рук. Теперь я хочу пригласить к Талу своих студентов. Здравствуйте! Сегодня мы разберем, как готовые руки борются с прикупными руками. Прикупные руки по-английски называются «дро» от слова «тянуть», «прикупать». Русские немедленно придумали русское слово, которое звучит «дрова». Очень похоже на «дро». И даже есть такое выражение «дрова доехали». Это значит, что прикупная комбинация завершилась. Сейчас я слышал в студии слово «мотор». И мне сразу вспомнилось множество шуток про Ивана Демидова, нашего самого знаменитого, наверное, на сегодняшний день игрока. Когда говорят, Демидов ехал в Москву на машине, и у него кончился бензин. Мотор заглох, и Джипси, который ехал вместе с ним, говорит, придется толкать. А Ваня сказал, ничего, и так доедем. Много было ситуаций, когда он доезжал, то есть прикупал нужные руки. Ну, шутки в сторону, тема сложная. Во-первых, какие у нас есть прикупные комбинации? Стриты, флеши. Потому что прикупное каре, вряд ли, там у нас уже есть три одинаковых, и так хорошо. То есть мы считаем, что у одного готовая рука – это пара, или две пары, или сет. То есть по вскрытию она уже выиграет. Но ему противостоит рука, где есть карты на флеш, на стрит, или на флеш и на стрит вместе взятые. И сила этих рук зависит от количества аутов, которые есть в колоде для того, чтобы эту руку усилить. Например, если у нас какая-нибудь такая карта, где нужна одна единственная карта, чтобы завершить комбинацию, например, вот такая, нам нужен только валет, чтобы получился стрит. И таких валетов всего в колоде четыре. Мы будем называть это одноранговым стритом или стритом в живот. И мы не будем на таких комбинациях сильно упорствовать, потому что вероятность вытащить из всей колоды этого одного валета, а их всего четыре, не так уж велика. Из сорока карт четыре валета – одна десятая. Но зато если у нас комбинация вот такая вот, мы положим, чтобы не было масти короля обувного, и тогда нам годится уже две карты – девятка и туз. И это уже будет двухранговый стрит. Но таких карт уже в колоде восемь. Четыре туза и четыре девятки. И вероятность из сорока карт достать одного из четырех тузов или одну из четырех девяток – уже одна пятая. Восемь из сорока. И поэтому эта комбинация, вот такая двухранговый стрит, намного сильнее. Если мы возьмем такую комбинацию, как флеш, вот у нас король восемь, а здесь лежит такая конструкция. Кроме того, что у нас есть пара, давайте уберем, чтобы не было пары. Вот такая вот, восемь-шесть. Мы считаем, что мы выиграем, если соберем флеш. Таких три фушек колоде девять. Это еще лучше, чем стрит. А если мы возьмем, например, и положим какую-то такую руку, вот у нас будет король этот три фовый, а здесь, например, вместо короля какая-то двойка, тогда мы увидим, что нам годится уже очень много карт. То есть у нас есть, как бы, мысленный стрит. Ну, четыре карты на стрит. То есть нам годится четыре туза и четыре девятки. А также нам годится девять три фовых карт. То есть любая из них даст флеш. Нет, еще минус. И минус две карты, которые мы уже посчитали. Мы посчитали туза три фовую и девятку три фовую. То есть получается восемь на стрит плюс девять на флеш, семнадцать, минус два, пятнадцать аутов. И мы можем воспользоваться специальной табличкой, которая показывает процент наш на выигрыш в зависимости от того, какая комбинация у нас на флопе еще, когда не открылась четвертая карта. Потому что важно с одной попытки или с двух. И мы смотрим, что флеш-дро у нас имеет тридцать семь процентов. А если у нас и флеш-дро, и стрит-дро, то это уже значительно больше. Сейчас я найду это место. Флеш-дро плюс стрит-дро – пятьдесят шесть процентов. А если у нас еще есть такая возможность, например, у нас флеш-дро плюс стрит-дро двойной, ну, двухкарточный, и плюс еще два овера. Ну, например, то у нас король-дама, например, будут три фовые. Ну, представьте, что здесь вместо восьмерки три фовая дама. Дайте я ее найду, чтобы было наглядней. Вот такая вот у нас карта, например. А вместо дамы здесь, пускай, лежит какая-нибудь семерка. И вот мы представляем, что мы играем против какой-нибудь руки, ну, не знаю, валет, например, там, ну, не знаю, с тройкой, там, неважно. То тогда у нас получается, что нас устраивает любая дама, любой король, любая трефа, любая девятка и любой туз. Ну-ка, давайте посчитаем вместе эти ауты. То есть мы до этого считали девять на флеш, плюс восемь на стрит, минус две пересекающиеся карты – это пятнадцать аутов. А также у нас осталось три короля и три дамы. Двадцать один аут. И в этом случае у нас шестьдесят девять процентов. То есть мы против пары уже так хорошо стоим, что мы можем двигать все наши шашки-пешки, двигать, как говорят в Питере, всю мебель. То есть у нас просто выигрышная рука. Многие, кто этого не понимает, никогда не выиграют в покер, потому что они будут ждать прихода своей карты. А мы не будем дожидаться прихода, мы уже и так знаем, что мы гораздо сильнее. И если мы поставим большую ставку, а партнер ответит, то у нас будет большое преимущество. Согласно фундаментальной теореме покера, мы уже зарабатываем вот эти доллары с кланской своим ходом. То есть если партнер платит, мы получаем положительное от ожидания, а он, соответственно, отрицательное. А если он выбрасывает, то мы забираем банк, и нам не нужно прихода своей карты. Исходя из вот этих конструкций, которые мы разобрали, можно сразу ответить на вопрос, когда стоит блефовать, а когда не стоит. Например, если здесь лежит, ну не знаю, вот эту нашу руку, никак не назовешь блефом. То есть мы просто делаем ставку по силе, несмотря на то, что у нас пока нет готовой руки. Двусторонний стрит-флеш, например, вот как сейчас, это сильная комбинация, но она мало чем отличается. Нам не обязательно нужно купить стрит-флеш, чтобы победить. Мы выиграем и стритом, и флешом. Как правило, наш флеш будет старше. Да, Макс? Я считаю, что с такими комбинациями, как дро, и тем более стрит-флеш дро, скорее всего, нужно играть такой прием, как полублеф. Это, наверное, лучший ход. Нам нужно рассчитать так фишки, если это турнирная игра, чтобы мы смогли сделать первым, поставить л-ин на его на рейс оппонента. То есть мы делаем специально бет такой, чтобы оппонент нас переставил. В ответ мы ставим все фишки, если оппонент выбрасывает, нам уже хорошо, а если калирует, у нас все равно есть более 50%. Ну да, полублеф как раз прекрасный пример. Допустим, у нашей рука валет 10, а на стол пришли такие карты. И важно понять, что у нас здесь на самом деле не дырявый стрит, не односторонний, а двусторонний, двойной. То есть нам годится сюда и девятка, и король. Просто надо так вот мысленно расположить карты, чтобы видеть, вот наши так лежат. И вот не заняты, тут есть две ячейки для короля, чтобы был стрит, и для девятки. Я думаю, это даже лучше, чем двухсторонний стрит-дро, потому что она очень хорошо спрятана, эта карта. Если сейчас откроют девятку, никто не подумает, что мы тянули там с 10 валет, такой двухсторонний стрит-дро, который даже не заметен в лупе. Да, это тоже существенный фактор, потому что, если лежит такая конструкция, там, ну, не знаю, как, дама валет 10, и приходит король, а вы, например, у вас была там карта какая-нибудь туз и девятка, например. Вот тот же самый, а девятка и так дают двусторонний, туз и восьмерка, например. Вот. Тот же самый, как бы, двойной стрит, годится и девятка, и король. Но просто, если придет король, у нас будет нац, небитый стрит, но редко кто заплатит. Потому что все будут бояться этого туза. Туз достаточно очевидная карта в этой ситуации. Вот. А в той ситуации, как мы перед этим разбирали, Макс прав, это будет спрятанный стрит. Он будет незаметный, и он будет гораздо чаще оплачен. Вот. Ну, и чтобы такие, двойной дырявый стрит, по-английски это будет double belly buster. Такой есть термин. Двойной дырявый стрит. Например, еще есть вот такой вот у меня тут примерчик. 9-6-3 на столе. Как бы положить, чтобы они были не одномастные. А у вас такая карта, как 7-5, например. Ну, пусть тоже будет не одномастная. Чтобы не было флешевой конструкции. Легко заметить, что восьмерка и четверка дают стрит. И вот свободные места, которые, если здесь восьмерка или здесь четверка, получится стрит. И вот если вы атакуете или защищаетесь, например, на таком флопе, имея такую карту, то просто действительно человек, пришла четверка. Ну, вроде она не туда и не сюда. А у вас было 7-5. Ну, то есть 5-2 на такой карте не должны идти, потому что как бы всего одна карта подходит. А 7-5 вполне уже могут, потому что идут две карты. Дырявый стрит-дро. Хорош только, если он будет у нас двухмастным. Либо будет содержать в себе какие-нибудь надвышки, какие-нибудь дополнительные ценности. Либо это вот как в данном случае, например, ну, какой-то флеш-дро. Вот пусть он будет, допустим, с дамой. И у нас есть и на стрит какая-нибудь карта. Вот так вот, например, поменяем местами. То есть у нас есть лучше пиковую. У нас есть карта и на стрит, и на флеш. То есть у нас есть все те же самые 9 аутов на флеш. Плюс у нас есть четверочки, которые дадут нам стрит. Плюс у нас есть, как мы надеемся, если придет дама, например, она тоже будет выигрывать. Если у противника какая-нибудь карта, типа там король 7, например. У него сейчас пара семерок, готовая рука. Готовая рука, две семерки. То есть он уже может предложить нам сравнить, и у него есть что-то готовое. То есть какая-то пара или две пары. А мы надеемся, вот можем посчитать, например, как мы стоим с дамой 5 против король 7. Ну, неважно, какая у него пара. Мы считаем, что нам годится 9 пиковых карт. Четверок у нас сколько? Ну, пиковые мы уже считали, осталось 3. 12 карт. И есть еще три дамы. 15 карт. Совсем неплохо. То есть мы стоим примерно так же, как у нас двусторонние стриты плюс флеш-дро. То есть у нас есть 56%, как мы только что проходили. Вот эту табличку, на самом деле, она выглядит пугающей. И она сильно. Сильно пугающей, особенно для Кати. Но я вам советую, если вы когда-нибудь будете играть в покер, ну, может быть, в интернете, потому что за столом в покерном клубе плохо заглядывать, просто прилепить себе на стенку кнопочку. А вообще теоретически это разрешено? Теоретически разрешено, конечно. То есть ты можешь сидеть и смотреть вот табличку? Ну да, что тут такое? Никто тебе ничего не скажет. Наоборот, буду классически. Да, еще да. Я даже хочу выглядеть. Не, просто на самом деле, вот это запомнить, тем более оно в игре часто встречается, ну, мне кажется, не составляет никакого труда. То есть не так много будет этих ситуаций. Я думаю, легче всего аутами считать. Просто даже научиться считать просто аутами, флеш-дро и стрит-дро, учитывая уже карты, которые перебывают одну в другую. Так намного легче. Просто поделить количество карт на ауты, и тем самым мы узнаем свой процент. Ну да, это с одной карты, если поделить количество карт. Допустим, у нас есть 15 аутов, осталось 45 карт. У нас ровно одна треть, 33%. Это с одной попытки. А если у нас две попытки, то, ну, не в два раза, на самом деле, немножко меньше, чем в два. Потому что еще там другие же еще это вычитывают. Да. Плюс то, что придет, там, погрешность. Да. Ну, на самом деле, правильно вероятность, я вас научу считать, там, не знаю, может быть, нам потребовалась бы ручка-бумажка, но попробуйте запомнить такое простое. Если у нас одна треть, то есть вероятность того, что мы купим первую карту, это одна треть, а вторую, это нужно две третьих единиц, минус одну треть, умножить на одну треть опять. То есть вот, так динамические вероятности считаются. То есть нам нужно, что либо первый, либо второй. Тогда мы полную вероятность, что придет первый, прибавляем вероятность, что придет второй, но умноженную на вероятность, что не придет первый. Понятно это, нет? Потому что, если бы мы этой такой корректировки не делали, то получилось бы, что у нас с трёх раз должно быть 100%. Одна треть плюс одна треть плюс одна треть. А такое же не бывает, что в картах вообще может быть 10 карт прокинуть, и нашей так и не придёт. То есть в колоде существует 30 карт, которые нам не подходят. 15, которые подходят, а 30, которые не подходят. Тем не менее, вероятность с двух раз покупать нужную получается больше 50%. Может быть, мы будем играть и считать эти ауты? Потому что у нас в игре всегда с вами встречаются такие варианты. Да? Согласны? Так, у вас 50-100 тогда блайнды. У вас самая выгодная позиция, Катя. Вы последняя. Я поставлю 250. Катя, умные люди выбрасывают. Я знаю. Окей. Вы 250 поставили, да? Так что мне нужно поставить... 250 или выкинуть, или больше. Окей. Я ставлю 250. 250. Тоже кол. Четыре игрока. Король, 8-3. Вот начали бороться готовые руки с прикупными. Прикупная рука здесь пока что видна одна только. Может быть, две трефы, если на руке. Слово, Володя, ваше. А, чек. 750. 750. Слово мое. Я кол. Я пас. Пас. Сюда, пожалуйста. Ой, извините. Я, пожалуй, тоже. Две триста пятьдесят. Ау! Триста пятьдесят. Ну, десять для начала. Десять тысяч. Мало осталось? Я, Олэн. Кто? Думаю, у вас полублев, наверное, здрав. Да, у тебя? Думаю, нет. Я шесть. Это полублев. Да, у вас. Я переехал. То есть, была комбинация дро. Дро две пары. Одна пара была уже восьмерка. Да, процентов десять было, наверное. Даже меньше. Семь примерно. Да. Видите, Катя, тут не только у вас высокая покупательная способность. И смотрите, готовые руки. Да. Прям яркий пример. Готовые руки проиграли прикупным. То есть, из-за того, что я играл слоу-плей на флопе. Хотя, собственно, мне кажется, я хочу в такую позицию получить ол-ин. Да? Да. Так что, то, что меня перекупили, переехали, не должно меня огорчать. То есть, мне кажется, я всю жизнь хотел бы делать ставки с таким от ожидания. Вот давайте я поставлю на одному человеку два туза, а другому поставлю даму восемь. Даму восемь. А на стол положу, ну, нас тут масти не интересует, король, восемь, три и валет. Восемьдесят восемь и семь здесь показывают, и шесть уже. Восемьдесят восемь. Вошло, Саша. Рейс-200. Называется плоский рейс. А почему плоский? Ну, потому что всего в два раза. Вот, кстати, я могу сейчас не смотреть карты Потому что у меня, как правило, кол Шансы банка достаточные Чтобы на любой карте отвечать То есть, вот я сейчас Мне нужно 100 добавить за 900 Шансы будут Ну, если на 2.7 Ну, да Единственное соображение Не колировать такие ставки Это не оказаться втянутым в банк На очень плохой карте Придет какое-нибудь совпадение И ты будешь переживать Чек, чек Ясно, что на 9.2, наверное, Саша реализовал 200 Ставит 500 А мне сколько можно? Минимум 500 Следующий ход 1000 Минимум 500 Зачем ты это сделал? Мэн Опять мне в туристскую позицию ставить 500 Заявка пас Неизвестно? Не проходили еще Это специальный урок будет Про пас Пас, пас Саша первый Чек Я могу пас Можете чек 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 Саша на слово Ну что 6-3 О, две пары было Ну смотрите, как я Видите правильно, что вы поставили Потому что если человек с девяткой вас вдруг уравняет То вы проиграете Согласен И даже если человек с двумя семерками вас закалирует То вы все равно проиграете Семерки были Ну посмотрим, что там было у Саши У него король семя Одна семерка была Одна семерка на зоне точно 6 угадала А что у вас? Поки Ну вы бы сейчас выиграли Серьезно? Вы выиграли Ну у вас была бы комбинация, смотрите Две девятки Две шестерки И валет Это была бы ваша комбинация Вот, вот Ой, подождите 6 У меня Две девятки есть? Да Шестерка прикладывается А, ну я не знала, что девятка вы будете Да Да, конечно вы были сзади И конечно вы правильно выбросили Мы можем посчитать Вот смотрите А меня просто все смотрю, сколько я потеряла Катюш, вы очень правильно сыграли Вы даже не сокрушаетесь по этому поводу Не жалеете Потому что, смотрите Если я девятку Если не девятка Какие карты вам помогают? Вот вы играете на открытых Фундаментальная теорема покера Как если бы вы играли на открытых Окей Вам подходит Валет У нас есть три валета Шестеркой вы не выиграете Потому что у него уже 6-3 И вы выиграете девяткой А двойкой тоже не выиграете Потому что у него будет в шестерке и тройке А у вас в шестерке и двойке Если в другую Итого получается всего 3 валета И всего 3 девятки Не 3 А где? 3 3 девятки 6 карт Которые дают вам победу Все Окей Тогда я еще умного поступила Да 6 карт из 40 И вам нельзя платить Тем более такую большую ставку Да Я еще хочу сказать У кого нет времени подумать Например Если в онлайне 15 секунд на ход Если посчитали 6 аут Это примерно 2-3% на каждый аут То есть можно просто помножить Это примерно Если 6 аут Это от 12 до 15% будет Просто чтобы не делить Каждый раз количество карт На аут И можно сразу так примерно умножать На 2 умножить? 2-3% на 1 аут Примерно А, все, понял Это будет не точное вычисление Но если нет времени То лучше, чем просто вслепую ставить Такая хорошая пошла дискуссия Даже не хочется прерываться на кофе брать Или выпьем все-таки чайку Выпьем чайку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Египет Египет Шармальд Шейф С 13 по 20 сентября Red Sea Cup 2009 Покер Клаб Менеджмент И телеканал ProPoker Представляют Выездной покерный турнир Red Sea Cup 2009 Ожидаемый призовой фонд 1 миллион рублей Условия участия на сайте TVProPoker.com Ну что, кофе пошло на пользу Можно, прежде чем мы сыграем Мы давайте решим Две задачки Мы играем Cash No Limit Короткий стол У нас рука 10-8 бубновые Мы сидим в поздней позиции Игра у нас достаточно агрессивная За столом Блайнды 50-100 Все скинулись И вы на поздней позиции Вы поднимаете ставку Стилингой И оба блайнда вам отвечают На флопе Валет, дама, туз Оба соперника играют Чек на флопе Как следует поступить В этой ситуации Помните такой прием Мы проходили? Стилинг То есть кража блайндов Вот стоят блайнды Все остальные пас Вы делаете рейс Для этого вам не обязательно Иметь сильную карту С большой вероятностью Блайнды просто выкинут Вот Но и будьте осторожны Потому что некоторые игроки Следят Если вы Когда бывали на блайнде 100% раз Входили рейсом Вас заподозрят В этом стилинге И будут применять прием Антистилинг То есть Оборачивать И дальше вы будете думать Ну давайте Какие есть мнения Кто будет первый? Я думаю Что нам следует Продолжать ставить Даже у двух оппонентов У нас Флэш-дро и Гатшот У нас так же Дырявый стрит Да, дырявый стрит Нас спасает король И флэш-дро Я думаю Нам следует поставить Бэтбанк В этой ситуации Чек Нет смысла делать Если мы ставили Ставили прифлоп У противника Могут быть Средние пары Четверки Пятерки Так же могут быть Король Восемь Валет Десять Они спокойно Выбросят Если они сделают колу Нас еще Очень много ауто Спасает на терне Да, согласен Я думаю Даже если они сделают рейс Мы еще можем ходить Да, Макс Я так же хотел сказать Что конечно Здесь бэтбанк Но Кроме того Что мы можем выбить И сильные карты оппонента Мы так же На терне Скроем свою силу карты То есть оппоненты подумают Скорее всего Что мы без дрожи Сделали просто чек И открыли терм Но мы поставили Если они сделают колу Сейчас откроют бобну Или нам стрит Мы сыграем чек В виде того Что мы боимся их И они захотят блефовать Выбить нам Например Такую карту Туз 10 Туз валет Мы сыграем защиты И они будут Чаще всего блефовать И отдавать нам фишки С худшей карты Это уже более тонкий Такой длинный розыгрыш Что написал нам Составитель задачи Ну он написал Да Я тоже считаю Что нужно ставить Бед За коротким столом Вам следует Использовать преимущество Позиции Чтобы проверить Ваших оппонентов Так как они оба Играли чек То у вас неплохие шансы Забрать банк Немедленно Без всяких покупок То есть то Что вам придет еще Это ваши дополнительные ауты А вы же Когда говорили рейс У вас может быть Два туза Туз король То есть у вас сейчас Просто вы старше Если у него там Валет 8 Он подумает Чего я буду За восьмеркой ходить Вот Так у вас неплохие шансы Забрать прямо Немедленно весь этот банк Ставьте на дро комбинации Когда оппоненты Играют чек перед вами То есть Когда вы делаете ставку Вы имеете сразу Две возможности Одну забрать немедленно А вторую Купить и выиграть По карте Более того У вас уже есть информация Есть у них что-то или нет Потому что Пришел вам король Например Сказали чек Пришел король Вы не знаете Сколько ставить Может быть у них И нет ничего Я думаю еще очень важно Что у нас Стрейт флеш дро И мы можем спокойно Калировать рейс Если у нас была карта Здесь 4-5 бубна Мы бы скорее всего Сыграли чек Так как рейс Мы не можем Калировать по шансам Нам лучше все Открыть одну карту Бесплатно И глянуть Что там откроют Ну да Потому что Девятка бубнова Дает нам Не битку То есть Придет девятка бубнова Мы будем очень рады Если у кого-то Окажется туз король бубновой О стилинге Сказать Я играл Недавно турнир В онлайне И У Противника Был процент стилинга 94% Каждую раздачу Он даже Средний Ставил 3 блайнда И стал Ставка продолжения Ну Его конечно Каждый раз Скалировали Даже на флопе На любом флопе Он даже На 2-3 ставил Рейс При флоп Интересно Быстро ли он вылетел Ну он В итоге Это Было где-то Человек 20 Осталось Турнир Играло где-то Человек 300 Он Стал Чип-ливером На бабле И продолжал Набивать Свой стек Но потом Он Быстро Свои фишки Проиграл Ну Агрессивная игра Она такая Или набиваешь Большой стек Или вылетаешь Так вот Следующая задачка Так Позвольте Я все-таки Быстренько озвучу Наша рука 5-6 Мы играем В ноу-лимит Сидим на баттоне Блайнда 2-4 Перед нами Заходит колом 4 игрока И мы тоже Кол Маленький Блайнд Кол Большой Блайнд человек В банке 28,7 человек На флоп Приходит 3-4-6 27 человек Что делать? Олайн Нет Олайн Олайн А зачем Олайн Почему нет? Средноут рамс Свойноут Да не Мне кажется Бэкбанк Делать Потому что Средро Двусторонний Так А у нас Они все Разных мастей Да Вот так Троечку Поставим Бубнов Если кто-то 2-3 Есть такая Макс Считает Что не нужно Давать Дополнительные Шансы Банка Но мне кажется Не будет Большой ошибкой Сходить И 2-3 Банка Потому что Если ты можешь Решить Ту же самую Задачу Более дешевым Более дешевым способом То лучше Решать Более дешевым Способом Если Эта 1-3 Банка Кажется Существенной Для кола Вот Что он пишет У вас есть Старшая пара И открытый Незаконченный Стрит То есть Ну в живот Одна только Подходит Карта А нет Почему 2-3 6-4-3 У нас же Так у нас Двусторонний Стрит Открытый Стрит Скорее всего У вас Лучшая рука С вашей Позиции Вы бы уже Знали Если У кого-то Была бы Оверпара То есть Оверпара Наверное Ставила бы Девятки Какие-нибудь Валеты Вам не надо Давать оппоненту Возможности Посмотреть Бесплатную Карту Так как Практически Любая Оверкарта Может составить Пару У кого-то Из соперников 6 человек Представьте Туз Король Валет Дама 10-9 7-8 Какая бы Карта Не открылась Кто-то Уже будет Ставить Старше Вас Поэтому Наверное Все-таки Банк Саша Банк Мне кажется Даже лучше Ставьте Как минимум 2 трети Банка Он пишет Как минимум Что сделает Невыгодным Для ваших Оппонентов Принять Ставку Просто На двух Оверкарт Я думаю Батбанк Немного страшная Ставка Оппоненты Подумают Что мы Как раз Хочем Их напугать Поэтому Можно Чуть Меньше Если Банки Допустим Будет 28 Доллар Можно Посмотреть 25 24 Что Почти Разницы Нет Но Не Подумаю Мы Хочем Добрать Карт Как Сет Или Стрит Также Заметил Что При флоп Мне не очень Нравится Лимб 5-6 5-6 Не такая Хорошая Карта Чтобы Уходить Играть В флоп Уже 5-6 Одномас Думаю Можно 5-6 Слишком Слаб Особенно Для нас Как для Новичков Как для Учеников Все-таки Нам нужно Более Тайтово Относиться Выбирать Карту Посильнее На самом деле Когда мы Станем Мастерами А мы С вами Станем Очень быстро Мастерами Я вас уверяю Мы начнем Ходить И на 6-5 И на 5-2 5-2 В этом случае Уже будет Готовый Стрит Баттон У нас Переезжает К Максиму А я ставлю Маленький Блайн Кать Ваш Будет Первое Слово Так что Я Маленький Блайн Могу Поставить Нет Вы можете Уравнять Большой Блайн Можете Выбросить А можете Повысить Не глядя Ничего себе Рейс 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 Четыреста пятьдесят Ну Коут для начала Усчитывая Что Катя Не глядя Может быть Она еще Переставит Окей Сто Не Сто Два Четыреста 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 Добавить Еще Триста Пятьдесят Триста И еще Пятьдесят Сейчас Буду Плакать Не надо Плакать Еще Надо Там Четыреста Пятьдесят Всего Еще Сто Еще Одно Спасибо Хорошо Сжигаем Раз Два Три Я Чек Сразу Я Две Тысячи Поставлю Это Можно Две Тысячи Можно Не Опасайтесь Там же рейс был У него Два Туза Может быть Нет Это Нет Ну Хорошо Две Тысячи То есть Выбрасываю Потом покажу Карты Открывайте Все Я тоже Пас Я Мне кажется Там Туз Мне тоже Кажется Там Что Вы Все Открывайте Мы Не До Играли Вы 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 Слишком Много Поставили Спугнали Меня Ком А Открывайте Мое сердце Не билось Вы Слишком Легко Выдались А Вы Очень Много Поставили Я Люблю Атреналина Где Он Был Сегодня Нет Нет Таких Денег Низкий Уровень Жизни Не могу Поверить Один Раз Пухом Все Бежит Бежит Ну Покажите Покажите Не Томите Хорошо Сэр Прекрасно Чё Прекрасно Я ждала Как пятерку Два Три Ничего Нет А покажите Что еще Было Два Окей Я Порой Игру Я Ну ты Сдал Карт А вот Двого Лета А Двое Паррел Да Точно Он С двумя А двойка Десятка Вот здесь Два Броса Но он Не дожил А извините Я не с той стороны Открывал Надо было С этой Открывать Да Ну Катя Вы просто Вы просто Нас поражаете Так Все Война Война Вот пожалуйста Давайте Реки крови Давай Давайте Как на поражение Моря Моря Океаны Океаны крови Ваш большой главный Между тем Сто Сто в темную Пожалуйста Окей Сто в темную Все уже боятся Резавать Ваше слово Вы можете сказать чек Можете добавить Ну я добавлю Сколько тут Минимум сто Но можно сказать чек И будем открывать карты Нет Сто Хотите сто Добавить Понятно Что ведет Катя Жизнерадостный человек Ей все время Нравится карта Да ей нравится Вот это вот Открыть всем Нет Надо еще устроить Вот они Валеты где Два валета И вот это Так Первый Саша Ты Нет такой ставки Которая могла бы Испугать Катю Нет такой ставки Два игрока Остальные трое Пас Тысяча семьдесят пять Две Две тысячи Катя Ну что вы с нами делаете Так ну что Проанализируем У кого что было Еще одну кальту Открыть и пожалуйста 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 Окей Ничего у Катя Опять три-два Опять ничего нет Нет Валеты Нет Нет Все Катя Ну мы вас включаем В сборную России И везем на ближайший турнир Смотри Какая бы Катя Карта не пришла Все время На флопе ей подходит Да Но Катя У вас маленький блайк Упс Окей На префлопе Очень часто Лезет Все равно Что там есть Валет три В данном случае Ну Не очень сильная карта Валет три Не хороший Так у вас с Валетей Большой блайнд Триста Да Извиняюсь Макс Ты думаешь Ты должен хитрый Что ты так хорошо Выдаешь У вас опять Валет три Чего выдаешь Откуда Там триста Почему такая уверенность Что он выдаёт Не Ну он сказал У меня хорошая карта Он просил Помог Может он обманывает Специально Поберите Четыре игрока Сидит с двойкой Тройкой И кричит У меня хорошая карта И ждёт Кто поведётся Теперь не очень В банке Тысяча двести Четыре игрока И Катина Первое слово Окей Я могу О Триста долларов Ставлю Окей Когда он тянется За тысячу Я пугаюсь Раз Тысяча Двести Пятьдесят Саша Пас Сколько мне надо Девятьсот пятьдесят Добавить Тысячу Можно добавить Тысячу Окей Вот тысячу Добавляю Триста Забираю Да? Нет Тысячу Триста Оставляйте А лучше Поменяйте Сто И добавьте Пятьдесят Стоп У меня Пятьдесят Добавь Мазки У меня Всё Капец Два Кола Окей Коман Опен Карт Вот уже Действительно Готовые руки Борются с прикупными Кто хотел Прикупать Он уже Всё прикупил Тут С валет Триф Дают Флеш Рояль Поймали Говорите Нет Ой Что Как рыбалка Как рыбалка С кем Окей С собой Играем Окей Флеш Ааа Меня опять Надо поднять Да? Ну либо чек Либо давать Можно и чек Да Ты думаешь Чек Чек был По-моему Один раз За всё время Что мы Убили Пять тысяч Чехол Как нервишки Так открывается Не очень Так интересно Кать Ваше слово Еще про один круг Торговля По-прежнему По-прежнему Не верите Сильнее очень Как-то Где-то я читал Историю Про то Как один человек Ничего Никогда Никому не верил И говорил Не раньше Я уверую Чем вложу Свои перста В раны его Вы можете Вложить Только в свои Раны Давай Аллен Сделай Ты знаешь Я блефую У меня нифига нет Сделай Аллен Я всегда так делаю Я смеюсь Как сумасшедший У меня ничего нет Вставляй Все деньги Пусть порадуется Ну пожалуйста Фолды Открывайте Слеж Ооо Пуя Пуя Всё Моё 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 Ты нищий Не надо Пораду Всё Не могу Снова Добрый Комедия Понятное дело Я бы так не поступил А если бы вы играли На наличные свои деньги Нет Я бы Я бы скинул Ещё раньше Я бы даже когда Пять тысяч было Я бы уже не палец Ну вы можете обратиться Ну вы можете обратиться Тут есть такой банк кредит Под честное слово Крепой пожалуйста Знаете да Один увидел объявление Такое рекламное Даем кредит Под честное слово Он звонит Что правда Даете под честное слово Они говорят Ну конечно Мы не стали Тротить на рекламу Если бы не давали И что вот Вы дадите мне Мне надо 10 миллионов Они говорят Ну пожалуйста Приходите Долларов Она говорит Ну пожалуйста Долларов И евро тоже Он говорит А хотите евро Он приходит И говорит Ну я ничего не понимаю Как же вот А если я вам не верну Он говорит Ну как же вы не вернёте Вам же будет Ну по крайней мере Стыдно То есть вот Вы предстанете Перед Всевышним Да Предстанете Перед Всевышним На страшном суде Вам будет неудобно Он говорит Ну так это ещё когда будет? Ну, как когда? Вот вы берете там до 25-го. 25-го не вернете, 26-го и предстанете. Да. Так что, обращайтесь в кредитную организацию? Да. Под честное слово. Нате вам 25 тысяч до 25-го. Да, я не могу. Я буду смеяться всю ночь. Катя, ну это... Когда позаимствовать у вас ваше... Ну, все просит, просит. Адреналин, адреналин, драйв, поинтереснее. Простите, получайте. Смотрите, у Кати была прикупная комбинация до флота в бюро. Во-первых, у нее была дама, обратите внимание, все-таки старшая пара. Еще у нее была на флеш четверочка. Я даму выбросила. Так, у Кати Баттон, у вас маленький гвайн. Так, и слово мое, да, у Макса большой гвайн, я пас. Могу показать руки, которые выбрасываются в пас, а они довольно слабенькие. Рейс 350. Коу 350. Вы просто все гипнотизируете, как тот индус со змею, да? Играете на своей дудочке, а мы все... Валет 4.2, первое слово, Володь, ваше. В банке 1400. Ставка 500. Если у вас есть валет, то это слишком маленькое. Кстати, если вдруг случайно карты перевернулись, их нужно положить на всеобщее воззрение, чтобы все игроки были в равной позиции. Пас. Есть пас? А вы тоже пас, да? Я давно пас. Ищут люди сатисфакции. Репит под чистой слов. Это просто как-то избиение младенцев какое-то. Так, опять ваше слово. Чек. А, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Окей. Чек. Чек. Прекрасная игра. Вы первый, да? Ты? Пять. Пять тысяч. Двадцать пять тысяч. Просто какое-то кино и немцы. Я же понимаю, почему я это сделаю. Потому что у меня... Я вариант один, или я опять... А вы что делаете? Ваш вариант умеет из вас? Нет, стоят-то вон там какое. У вас вариантов к минимуму два. Не могу. Один вариант пас. Один вариант кул. И еще один вариант добавить, что там у вас осталось. Пожидать все пяти. Жалкие пожитки. Одежда и... Это мне напоминает одну строчку из Некрасова, когда душа поет и вместе с последним рублем просится на карту. Пожалуйста, открывайте карту. С удовольствием. Да нет, валет есть. А тут есть дама. Тем более дама. Да, ну что, примите наше соболезнование. Мы вас будем навещать в больнице. Я читал про одного человека, который сидел в Абуховской больнице и бормотал необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, туз. Ну что, надо сказать, что следующим нашим уроком, нашей следующей темой будет ставка, которая называется «Удар по воздуху». Так что расстаемся ненадолго. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok